В четверг утром в квартале энергетиков поселка Березовка в результате пожара в однокомнатной квартире погибла 6-летняя девочка. Первый сигнал о возгорании в пятиэтажном доме поступил в 7 часов 45 минут. Звонили соседи-погорельцев. Люди сначала почувствовали запах дыма, а следом услышали женские крики, доносившиеся с улицы. Я услышал запах дыма в квартире, вышел сюда, ну вот думаю, что такое. Там оттуда шел дым, чуть-чуть только дым шел. Вот так, я открыл, вот окно открыл, вот окно открыл. Здесь открыл шиль, ну я как электрик отключил. Она на балконе с ребенком кричала, люди помогите. У них балконе надо. Я побежала вот к соседям. Сережа стучу, он уже, говорит, я уже ходил, там дверь горит, не подойти. Дверь в квартиру была почему-то открыта. Из проема вырвались языки пламени. Заходить внутрь никто из соседей не рискнул. Прибывший пожарный авангард разделился на две команды. В первую очередь бросились на помощь хозяйке квартиры. Женщина лет 30 спасалась на лоджии, прижимая к себе трехлетнего сына. Ребенка, она кинула, там парни поймали его, ловили. А ей лестницу подставили. Маму и ребенка пожарные передали врачам. Ожогов у них нет. Диагноз – отравление дымом. Пожарные тут же проникли в горящую комнату, разыскивая второго ребенка. Обгоревшее тело шестилетней девочки нашли сразу же. В зале неподалеку от сгоревшего дивана. Ее вынесли врачам в надежде, что те смогут восстановить дыхание и сердцебиение. Но все было бесполезно. Шокированы все жильцы дома. Морально подавлена была и соседка снизу, жилье которой оказалось затоплено в очередной раз. Девочку бросила, она сгорела. А мальчишку вызвала. Сама спотела мальчишку и на балконе кричит. Я выскочила на балкон. Ой, помогите, помогите, звоните, помогите. Бросила звонить сюда, если ничего не понимают. А у меня телефон не пользовался дарять. Там уже люди с улицы вызвали. Она закрылась на балконе, а девочка взвали. Она вздохнулась и сгорела. По какой причине женщина забрала на балкон только одного ребенка, пока неизвестно. Хабаровчанка находится в больнице. Следователи ее еще не допрашивали. Возможно, она просто не нашла девочку в дыму. Не исключено, что мать и дочь разделила стена огня, и женщина вынуждена была бежать на балкон, чтобы спасти хотя бы младшего ребенка. По предварительной версии, пожар начался с одного из диванов. Электрических розеток пожарные рядом с ним не обнаружили. Второе предположение – неосторожное курение. Однако хозяйка не имела привычки дымить дома. Курица выходит на площадку. Где-то баночка у нее была. Сейчас она ее смыли. У нее баночка есть здесь. Дети же двое детей. Я знаю, что вот здесь. Я вижу, что она курит здесь. Клавы семьи в момент ЧП дома не было. Мужчина незадолго до пожара ушел на работу. Супруга должна была отвезти детей в сад и сама идти на службу. Предположений о том, что случилось в доме, мужчина не имеет. Квартира выгорела полностью вместе с имуществом, документами и деньгами. Для проживания без капремонта она непригодна. По факту гибели ребенка будет проведена проверка. Представители Следственного комитета попытаются дать оценку действиям матери. Не исключено, что потерявшая дочь Хабаровчанка еще и станет фигуранткой уголовного дела. В случае, если будет установлена связь между ее поступками и смертью девочки. Причину возгорания устанавливают эксперты. С места происшествия Кирилл Новиков, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.